Вот только в понедельник в нашей программе вышел репортаж, где чиновники рассуждали, затопит, не затопит, как затопило. Да так, что последствия половодия приводят к серьезным авариям. Пока без жертв, но судя по положению вещей, кто знает, чего ждать дальше. Тревожный звонок поступил в нашу редакцию накануне с Элеваторной горы. Что дело плохо, мы поняли, когда еще ехали по улице Лермонтова, или точнее, плыли. Что скрывать, и мы поймали несколько ям, но не таких серьезных. Разливы тянутся здесь по всем крупным дорогам. И пойди угадай, что скрыто под темной водой. Вот она, истинная проверка интуиции. Кснову она в этот раз подвела водителя Газели. На улице Спартаковской он начал форсировать очередную лужу, и вдруг... Яму поймал здоровую. Колесо пробил, ходовуху разбил. Замерили 92 сантиметра глубиной, 50 сантиметров шириной яма. И все уж, как бы ГАИ вызвал. Такие размеры ямы значительно превышают допустимые. По ГОСТу максимум 15 сантиметров в длину, 60 сантиметров в ширину и 5 сантиметров в глубину. Да и ограждение здесь не выставили. За такие происшествия ответственные могут быть наказаны штрафом до 3000 рублей. Юридические лица до 300 тысяч. Ну а чтобы пострадавшему компенсировать расходы на ремонт машины... Вам первым делом необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые составляют схему ДТП и в ней отображают все условия происшествия. То есть самое главное в ней отобразить параметры ямы. После получения документов с ГИБДД у наличия виновника, необходимо составить отчет независимого эксперта и с претензией отправить виновнику происшествия. В случае отсутствия какого-либо ответа, смело обращайтесь с иском в суд. Не лишним также будет при составлении схемы ДТП заручиться письменной поддержкой двух свидетелей. Но это только на словах. Легко и просто. На самом деле придется потратить немало сил, времени и нервов. Исходя из практики, следует, что трудно выяснить, кто является эксплуатирующей организацией. Потому что инстанции, дорожные организации отправляют друг к другу. Но все эти усилия стоят того. Почему? Потому что суд встает на защиту автовладельцев. Сразу после происшествия, находясь на месте ЧП, мы позвонили в администрацию Комсомольского района. Там нам обещали проблему с ямой решить. Сегодня мы проверили, насколько исполнительна исполнительная власть. Яму действительно основательно засыпали. На обочине остались лишь опознавательные знаки, которыми местные жители обозначили опасный участок. Кроме того, в администрации района нас заверили, что проблема с половодием у них на контроле. А так как на элеваторной горе нет ливневой канализации, то воду здесь периодически откачивают. Местные жители же утверждают, что никакой техники здесь не видели. И так каждый год. Не приезжают, не откачивают, никому ничего не надо. Налоги платим ежегодно. Попробуй налог не заплати. Завтра тебе судебный пристав придет. Ежегодно платятся миллионы. Куда деваются, никто непонятия не имеет. Впрочем, администрация Комсомольского района все-таки утверждает, что предприятие автодорог работы по откачке периодически тут проводит. Ночью они откачивают. Сегодня выходят опять на дежурство. Между улицей Лермонтова, Спартаковской будут откачивать, чтобы эти лужи не образовывались. А уже канавки, чтобы вода уходила, тоже будут проделывать. Учитывая, что на обращении с ямой Пат отреагировал, оснований не верить нет. Но результаты будут известны только завтра. А пока, не зная Броду, несусь в воду. И местных автомобилистов от случайно заехавших сюда можно отличить сразу. Они выбирают необычные траектории. Знают, где под водой ямы. А вот этот водитель микролитражки Броду не знал. Черпнул так, что заглох. В этот раз обошлось без аварии. Но неприятность может случиться не только с водителем. Проблема автомобилистов на поверхности. И словно в тени остаются пешеходы. Дорога-то вроде как не для них. Но в случае с этой метровой ямой стоит особо обратить внимание, что именно здесь проходит пешеходная тропинка. Именно здесь дорогу переходят дети. И шаги один из них в эту яму резиновые сапоги бы не спасли. А сколько таких ловушек скрыто под водой, неизвестно. Катерина Карцева, Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.